Наша сегодняшняя лекция посвящена лечению злокачественного опухоли. На прошлой лекции вам говорили о диагностике злокачественного опухоли и было сказано о том, что для последующего лечения обязательно надо поставить диагноз, учитывая при этом степень распространенности опухоли, другие факторы, которые определяют непосредственно дальнейшее адекватное лечение онкологически больного. Лечение онкологически больных, конечно, сложный процесс, который связан со многими факторами. Здесь играет роль ряд факторов, которые непосредственно влияют на процесс развития, на процесс выработки так правильного тактического лечения. Это факторы, которые связаны непосредственно с опухолием развитием, а факторы непосредственно связаны с состоянием больного и Это факторы, связанные с врачом и лечебным учреждением. Факторы, которые связаны с опухолем и ростом, допустим, локализация опухоли, имеет большое значение. В зависимости от нозологической формы, то есть морфологическая характеристика опухоли. Ранее проведенное лечение, то есть это первичное больное или это больное получало лечение в каком-то другом учреждении. Степень распространённости опухоли, которую мы как раз проводим до операции, необходимо нам знать состояние больного и параметры опухоли непосредственно пред, допустим, оперативным мешательством или перед каким-либо другим видом лечения. То есть эти моменты нас больше всего интересуют. Факторы, связанные с состоянием больного, это соматическое состояние больного, сопутствующие заболевания. Необходимо учитывать, что наши больные, они в основном бывают возрастные больные, то есть это, несмотря на то, что в последнее время происходит омоложение онкологических больных, несмотря на это, всё-таки наши больные – это возрастные больные, поэтому сопутствующих заболеваний здесь довольно-таки много. Профессиональные деятельности больных нас интересуют, возраст больного, отношения больного выбраны на тактике лечения, то есть перед выбором метода лечения обязательно должен состояться разговор непосредственно с больным. Ему должно быть предложено тактика лечения, исход этого лечения, какие проблемы могут ожидать больного в процессе лечения, после периода лечения и так далее. То есть больной должен знать о своем состоянии всё подробно, чтобы затем межбольным и врачом установились бы доверительные отношения. Безусловно, на выработку тактика лечения оказывает воздействие на такие моменты, как техническое оснащение лечебных учреждений, где проводится лечение, практически навыки и опыт лечащего врача, которого проводится лечение. То есть все эти моменты оказывают воздействие на выработку правильной тактики лечения. Лечение злокачественного пухолей применяется в следующий вид. Это хирургический, лучевой, лекарственные, комбинированные и комплексные методы лечения. Хирургический метод лечения долгое время являлся основным методом лечения при лечении злокачественного пухолей. Хирургический метод лечения – это один из первых методов, которые мы применяли для онкологических больных. К сожалению, других методов лечения и не было. Не было ни лучевого, ни лекарственного, ни каких-то других современных методов лечения. Поэтому вся надежда была на хирургический метод лечения. Учитывая, что онкологические больные, и вообще мы всегда говорим, что злокачественного пухоли того или иного органа – это болезнь не какого-то отдельного взятого органа, это болезнь всего организма. Учитывая, что злокачественное пухоли обладает метастазированием, поэтому чисто хирургический метод лечения, конечно, можно применять лишь на первой стадии заболевания, когда потенциал метастазирования этих пухолей является не очень высоким. А затем надо применять после хирургического вмешательства обязательно другие методы лечения, применяя комбинации их или комплексным видом, чтобы добиться еще больших хороших результатов лечения. Хирургический метод лечения долгое время являлся основным методом лечения. И в настоящее время применяется где-то в 70-75% больных. Можно сказать, что это к сожалению. Почему? Потому что все-таки наши методы лечения, особенно хирургические операции, они в большинстве своем носят калечащий характер и сверхкалечащий характер. Речь идет об удалении органов, в лучшем случае абектомии или экстерпации, или же части органов проводятся субтотальные резекции. В последнее время, с одной стороны, имеется тенденция к выполнению экономных операций, но с другой стороны, выполняются и большие по объему оперативные вмешательства, такие как комбинированные операции, расширенные операции и так далее. То есть, в каждом случае имеется индивидуальный подход, в зависимости от тех факторов, о которых я сказал. При выполнении хирургических операций надо придерживаться нескольких принципов. Одним из принципов при выполнении хирургических и онкологических операций является принцип областики и антибластики. Эти принципы необходимо применять при выполнении радикальных операций. Радикальные операции – это такие операции, после которых в организме не остается признаков злокачественного роста не визуализированным образом, и они не определяются, этих следов злокачественного роста, и с помощью инструментарных методов диагностики. Это так называемые радикальные операции. Радикальные операции выполняются с учетом требований именно областики и антибластики. Областика операции понимается комплексом предприятий, которые направлены на то, чтобы минимизировать возможность попадания опухолевых клеток в операционную рану во время проведения оперативного вмешательства. Для этого применяются антибластические меры, количество которых много. К антибластическим мерам относятся то, что, допустим, во время операции надо меньше травмировать опухоль, надо меньше манипулировать с опухолевой массой, надо меньше перевязывать, допустим, сосуды во время оперативного вмешательства, которые непосредственно подходят к опухолевых клеток, выброс опухолевых клеток, не дай бог сосудистые русла через опухолевые сосуды, попадание их в общий кровеносный русло. Это может послужить потом, значит, началом развития метастазов и так далее. К антибластическим мерам относятся, допустим, применение электронажа или электрохирургический способ иссечения опухоли. К антибластическим мерам относятся применение лучевой терапии пыли в операционном периоде, тоже повышает областичность операции, уменьшает биологическую активность опухоли и так далее. Второй вид операции – это радикальная операция, которая в полной мере не отвечает требованиям областики и антибластики. Это так называемая условно-радикальная операция. Во многих случаях степень распространенности опухолевых процесса такова, что они не дают нам возможности до конца провести чисто радикальную операцию. То есть при этом бывают иногда увеличенные, неудалимые, вколученные, нефатические узлы, допустим, или прорастание крупных магистральных артериальных стволов в сосудах и так далее. И поэтому в этих случаях выполняется условно-радикальная операция, которая требует затем дополнительных методов лечения. У детей, допустим, условно-радикальная операция довольно-таки часто применяется. Почему? Потому что, учитывая детский организм, у них произвести полной мере радикальную операцию просто не удается. С технической точки зрения это бывает довольно-таки трудно. Поэтому у детей, допустим, хирургические операции считаются не основным видом лечения, а вспомогательным видом лечения. Там основной вид лечения все-таки химио-лучевые методы лечения. Палиативная операция – это те операции, после выполнения которых в организме остается то или иной степенью остаются признаки опухолевого роста. Это может быть или в виде, допустим, неудалимых очагов опухолевого роста или в виде сателлитов, то есть дополнительных опухолевых образований, которые располагаются на опухолевом расстоянии от отриличного очага, или неудалимые, допустим, нефатические узлы. Палиативная операция – их количество довольно-таки много. Почему-то многие считают, что если хирург идет на операцию, в онкологических больных он обязательно должен удалить все. К сожалению, это бывает иногда не так. Количество палиативных операций довольно-таки немало. И в онкологии есть клиники, где количество палиативных операций по своим процентным соотношениям чуть ли не приранивается к количеству радикальных операций. И симптоматические операции – это те операции, при которых не преследуется цель воздействия на опухоль. Здесь речь может идти только о том, чтобы ликвидировать те осложнения, которые могут быть при росте и развитии злокачественного опухоли. Это может, допустим, быть кровотечение при прорастании опухоли крупно в стволу. Это, допустим, может быть прободение кишечника или про перфорация, допустим, желудка. Это может быть непроходимость, тотальная дисфагия, острая непроходимость и так далее. При этих случаях мы на опухоль абсолютно не воздействуем. Речь идет лишь о том, чтобы убрать симптом, который угрожает не здорового больного, а жизни больного. То есть это те осложнения, которые могут привести к гибели больного буквально в считанничестве. Поэтому вот этих больных берут на операционный стол, чисто на остелье, чтобы предупредить развить вот таких, устранить вот эти или те или иные грозные осложнения. Радикальные операции по своему принципу делятся на типичные и стандартные, комбинированные, расширенные. Типичные и стандартные операции это какие? Допустим, при раке малой железы это мастертомия с сохранением обеих грудных мышц. При раке желудка это гастректомия или субтотальная и проксимальная резекция, субтотальная и дистальная резекция. При раке кишечника, допустим, колоректальной раке, это брюшно-промежностная экстрепация прямой кишки. Это стандартная операция, которая проводится, и они преследуют цель какую? Ликвидация основного очага и зон регионального метастазирования. Это надо делать непосредственно в предел единоанатомической зоны, соблюдая принцип пастиально-футлярного состояния организма. Единоанатомическая зона это та зона, которая включает в себя орган и прилижающие клетчатку вместе с симфатическими условиями, которые считаются для этого органа региональными, то есть они входят в один блок. Удалять все это надо вместе с единым блоком. При этом прерывать целостность удаляемого препарата не рекомендуется, так как при этом может быть заброс обхолевых клеток непосредственно в операционную рану, и это может привести к чему? К возникновению имплантационных метастазов или ретитивов заболеваний. Вот это обязательно надо учесть. Отличие онкологической операции от других операций состоит в этом, что удалять препарат надо единым блоком, соблюдая именно единый пастиально-футлярный принцип строения организма. Комбинированные операции – это те операции, которые проводятся по поводу опухолей, когда происходит прорастание или пенетрация, переход опухоли на другие соседние органы. Пример можно привести тот же самый рак желудка. Допустим, переход на соседние органы, такие как поджелудочная железа, печень, поперечная обмодочная кишка и так далее. Здесь тоже проводятся вот такие виды операции, комбинированные операции. Раньше хирурги на эти большие комбинированные операции шли на мало. Почему? Потому что была очень большая, высокая, послеоперационная летальность. В то время не было таких совершенных препаратов, допустим, антибиотиков широкого спектра действия, препаратов, анистологических препаратов, высокоэффективных, которые существуют сейчас. Реанимационные мероприятия были не до такой степени, которую имеем мы сейчас возможности. Допустим, вот просто возьмите шовный материал, качество шовного материала, какие шовные материалы были раньше, которые сейчас существуют. И сейчас, если сравнить, конечно, в этом отношении имеются очень большие достижения. Поэтому и послеоперационная летальность, все эти факторы, которые непосредственно оказывают роль и воздействуют на процент выздоровления больных и выхода больных из вот таких больших оперативных мешать. Вот и поэтому сейчас хирурги идут на эти большие операции, зная, что у них больной выйдет из этого состояния и вернется к обычной жизни, к своим семье и послеоперационной летальность довольно-таки низкая. Поэтому смысл идти на такие большие оперативные мешательства, безусловно, есть. Поэтому проводится основная операция вместе с резекцией соседних органов печени, пожелочной железы, резекцией поперечной ободочной кишки и так далее. Расширенные операции – это те операции, которые проводятся уже вне зоны региональной метастазии. В основном это понятие относится уже к выполнению операции непосредственно на липоузлах, которые располагаются вне зоны региональной метастазии. Мы говорим на верхних этажах метастазии. Допустим, это при раке желудка, это при раке пищевода. Выполняется операция двухзональная, трехзональная с удалением лимфатических узлов при раке пищевода, допустим, шейной области, средостения и непосредственно лимфатические узлы брюшной полости. Вот такие трехзональные операции обеспечивают хороший прогноз при этих больных. Запомните, на такие расширенные и комбинированные операции стоит идти лишь при тех опухолях, при которых, к сожалению, другие методы лечения не очень эффективны. То есть здесь, видите же, в основном мы говорим о опухолях желудочно-кичечного тракта. При этих опухолях, к сожалению, методы химиотерапии, лучевой терапии, они не очень эффективны или считаются малоэффективны. Поэтому во многих случаях надежда остается только на хирургическое вмешательство, на качество проведенного хирургического вмешательства. Многое зависит, конечно, от хирурга, который выполняет эту операцию, от его смелости, от его знания, от опыта данного врача, который делает эти операции. И, соответственно, исход этих операций предопределяет и прогноз хорошего результата лечения и так далее. Палиативная операция делится на две большие группы. Это тетеродуктивная операция и палиативная резекция, так называемая. Их количество много, допустим, при опухолях яичника, злокачественного опухоля проводится ретеродуктивная операция. Основной смысл этих операций состоит в том, чтобы убрать большой массив опухоли, большой массив опухоли, так называемую опухолевую массу, а потом, значит, лечить вторичные метастазы, вторичные проявления заболевания другими соответствующими методами лечения, часто химиотерапией, другими лекарственными методами и так далее. После изучения гистологической структуры, макрологической структуры опухоли, это намного улучшает состояние больного. Чисто палиативные резекции, допустим, проводятся при раке сигмовидной кишки, при раке пилорантрального отдела желудка, когда возникает настеноз. То есть, допустим, имеется рак сигмовидной кишки с метастазом печени и иметь уже явление непроходимости хронической к счастью непроходимости, которое через некоторое время приведет в состояние острой к счастью непроходимости, и этот больной в унышем будет обратиться уже непосредственно к клинику уже с явлениями острой кишечной непроходимости, которые, естественно, отягечают состояние больного, и это состояние больного может вести перитоненту и смерти больного. Поэтому в настоящее время очень большое внимание уделяется такому понятию, как качество жизни онкологической больного. Раньше качество жизни онкологической больных как-то не очень интересовало хирургов. Раньше, я имею в виду, 30-40 лет назад считалось, что больным с метастазом печени можно и не делать эти операции. Многие эти больные, к сожалению, доживали свои последние дни дома, по месту жительства им проводилось симптоматическое лечение, и многие эти больные приходили в состояние кахексии. Сейчас вы больных с кахексией мало увидите. Почему? Потому что больные люди просто не доходят до такого состояния. Почему? Потому что им обеспечиваются вот такие паллиативные операции по поводу тех или иных заболеваний, даже если они с метастазами, и потом проводятся химио-лучевые виды лечения, и эти больные живут с метастазами 2 года, и 2,5 года, и так далее. В принципе, это нормально для онкологического больного с отдалёнными метастазами. Каждый месяц, лишний прожитый месяц, тоже результат для онкологического больного. Поэтому на такие операции, безусловно, сейчас необходимо идти. Тем более, что состояние больных и состояние операционного службы и реанимационного службы позволяет это делать. Симптоматически это те операции, которые направлены лишь на устранение осложнений. Допустим, дисвагия. Речь идёт о том, чтобы обеспечить больному питание. При этом проводят интубацию или накладывают стенд непосредственно пищевод. Допустим, кровотечение направлено на то, чтобы ликвидировать зачек кровотечения. А при этом не оказывается никакого воздействия на обхоль, а преследуется лишь цель убрать эти осложнения. Радикальная операция делится на эти три группы. Об этом мы сказали. Кроме того, выполняется ряд других операций мини-инвазионных методов воздействия. Это крови, деструкция, лазерная хирургия, лечение, ультразвуков, фототинамическая терапия. Каждый из этих видов лечения тоже, в общем-то, имеет место быть. Допустим, крови, деструкция выполняется при опухолях головы шеи. То есть, на, видимо, частях тела, там, где операционный нож не очень подходит, может привести к различным косметическим дефектам, вот, применяют крови, деструкции. При базолемах, допустим, на загубной складке, или около глаз, глаза, если располагается на коже, допустим, да, то есть, применяют крови, деструкции. Лазерная хирургия имеет те же самые показания. Очень многие операции онкологические считалось, что необходимо делать открытым способом. И специалисты считали, что проведение хирургических операций открытым способом позволяет в полной мере оценить степень распространенности опухоли, производить тщательно лимфодисерти и так далее. Сейчас доказано, что такие онкологические операции можно проводить, что? Не эндоскопическим путем, то есть, эндоскопическим путем сейчас мы можем проводить те или иные операции, которые дают практически такой результат, как если бы мы эти операции сделали бы открытым путем. При гемаколектомии выполняется эндоскопическим путем, резекции желудка выполняется эндоскопическим путем, экстерпации матки с придатками, лимфодисекция проводится энтоскопическим путем, то сейчас этот метод, закрытый метод хирургической операции, он имеет очень большое преимущество. Во-первых, здесь очень короткий реабилитационный период, косметический эффект от них этих операций лучше, больные быстро приходят в себя, встают, возвращаются в нормальную жизнь. И деятельности роботизированные методы здесь занимают особое место, то есть те большие объемы операций, которые выполняются бригадами, иногда несколькими бригадами хирургов, сейчас могут выполнять отдельные люди, которые непосредственно сидят за аппаратом, который бывает запрограммирован на введении тех или иных методов оперативного вмешательства и, соответственно, с помощью запрограммированных этих программ производятся вот такие большие объемы оперативного вмешательства, и качества этих оперативных вмешательств ничем не уступают качеству, если бы эти операции производились открытым доступом. Поэтому, особенно на странах Юго-Восточной Азии, Южной Кореи, Японии, Германии, сейчас этот метод, этот высокотехнологический метод оперативных вмешательств, находят очень широкое применение. А второй метод, лучевая терапия, применяется в онкологии у 70-80% больных. Лучевая терапия, основной его, в принципе, состоит в разрушении наследственного аппарата опухолевых клеток, ДНК, и это приводит непосредственно к остановке отделения опухолевых клеток или гибели опухолевых клеток. Лучевая терапия, это считается одним из основных методов лечения, на виду с хирургическим методом лечения, он является, относится к методам, так называемым, местного воздействия на опухоль. То есть, непосредственно она возникла, она непосредственно действует именно как метод местного воздействия опухолевых клеток, как локальный вид воздействия. Основным параметром лучевой терапии является следующий критерий, это механизм воздействия, тип воздействия, вид облучения, цель лучевой терапии, доза и выбранный режим облучения, осложнение и противопоказания к выполнению лучевой терапии. Мы сейчас остановимся на отдельных этих частицах. Тип воздействия делится на две группы, это корпускулярные и электромагнитные. Корпускулярные частицы, это альфа-частицы, бета-частицы, нейтроны, электроны, протоны. Электромагнитным относятся рентген облучения и гамма облучения. В настоящее время наиболее часто используется именно гамма облучения, то есть гамма облучения является основным видом облучения, как при дистанционной лучевой терапии, так и при контактных видах лучевой терапии. Рентген облучения относится к поверхностным видам облучения, он не проникает в глубь ближайшие ткани, так как гамма облучения, поэтому применяется при поверхностно расположенных опухолях. Существует несколько видов лечения по методу их воздействия. Во-первых, различает дистанционную гамма терапию и контактную гамма терапию. Дистанционная гамма терапия проводится, когда источник облучения и объект облучения находятся на определенном расстоянии друг от друга. Причем источник облучения и объект облучения могут находиться друг от друга по отношению друг к другу в неподвижном состоянии. Это называется статистическим режимом. Бывает ротационный режим, когда источник облучения непосредственно вращается вокруг объекта облучения. Это называется статистическим режимом. Наружный метод облучения делится на дистанционную лучевую терапию. Контактная лучевая терапия называется по-другому брахиотерапия. Сочетание дистанционной лучевой терапии и контактной лучевой терапии называется сочетанная лучевая терапия. То есть это один вид лечения, но разные виды воздействия на опухоль, то есть разные пути воздействия на опухоль. Дистанционная лучевая терапия обычно выполняется с помощью гамма-установок и основным излучателем является так называемое гамма-излучение. Контактная лучевая терапия может быть аппликационной, это когда непосредственно мы накладываем опухоль, непосредственно мы накладываем источник обучения, непосредственно накладывается на объект обучения. Это называется аппликационный метод лечения. Потом, значит, внутриполосное, когда вводится непосредственно в одну из полостей. И опухоль, когда непосредственно вводится, это называется внутротоконевая терапия. То есть мы имеем дело вот с такими видами контактного обучения. Установка источника излучения в современных аппаратах, она автоматизирована. В начале непосредственно места, где располагается опухоль или полость, вводится капсула, это эндостат называется, а потом в эту капсулу автоматически доставляется излучатель. Допустим, при лечении рака шейки и тела матки, влагающее, применяется пищевода и прямой кишки. Кроме того, допустим, радиоактивный препарат может быть доставлен в опухоль путем приема через рот, внутривенного или эндолимфатического введения. Допустим, при раке щитовидной железы, при множестве метастазов в кости, да, применяется. Например, сочетанный лучевой метод лечения применяется при раке шейки матки, иногда при раке прямой кишки и так далее. Как самостоятельный метод лучевой терапии применяется по радикальной программе 60-70 грей, в спалеотеренную теле 30-50 грей. То есть, лучевая терапия в самостоятельной теле применяется при так называемых высокорадиочувствительных опухолях. Допустим, применяется при саркомьюинга, может применяться, при лимфограмматозе, при нехоченских лимфомах первой стадии заболевания. Она имеет очень эффективный, она считается очень эффективным, допустим, при семеномах яичников. Можно применять спалеотеренную теле при инооперабельных формах некоторых заболеваниях. Например, при раке пищевода, да, когда применяется, когда встречается неоперабельных формах рака лёгкого и так далее. По радикальной программе дает 60-70 грей, это доза облучения. 1 грей приравнивается к 100 ратам, при палеотеренном 3-50 грей. То есть, это спалеотеренную теле. Или, допустим, для снятия болей при множественных метастазах позвоночной, при раке молочной железы, имеется, когда метастазы непосредственно дают вот с этой теле. Комбинером лечения лучевая терапия применяется в качестве предоперационного лечения. Предоперационное лечение направлено на что? Во-первых, уменьшить биологическую активность опухоли, уменьшить размеры опухоли. Это является одним из мер антипластического характера тоже. И дается в дозе 40-45 грей. Интероперационная – это непосредственно во время операции. Интероперационная, допустим, производится туморектомия или удаление секторальной резекции при начальных формах, ранних формах рака молочной железы, и дается интероперационная лучевая терапия. Послеоперационная, одеватная, 65-70 грей. В каких случаях это дается? Или при условно-радикальных операциях, то есть, когда имеется сомнение проведения радикальной операции, когда имеется сомнение о том, что, возможно, остались очаги злокачественного опухоли или неудалимые лимфатические узлы, с этой целью выдается послеоперационная лучевая терапия. Если была предоперационная лучевая терапия 40 грей, то послеоперации добавляют еще 30-35 грей для достижения уже полной дозы, так сказать, лучевой терапии. Многое зависит, конечно, от дозы, да, каких дозах вводится непосредственно препарат. Здесь применяется мелкое фракционирование, то есть мелкое это классическое фракционирование по 2 гре. Это дает 5 раз в неделю с переживом на выходные, 2 раза, 2 дня в выходные. Потом дается крупными, средними фракциями, это 3-4 грей, так называемые фракциями, тоже где-то в течение 5 дней дается до общей дозы 2-25 грей. Режим, который дается в дозе 3-4 грей, он 1,5-2 раза превышает режим, который дает по совокупному эффекту, который приближается к дозе, если бы мы это давали бы мелкими фракциями. И через 1-2-3 дня нужно оперировать этих больных, чтобы исключить осложнения, которые могут быть при заживлении раны. Большими фракциями дается доза, когда мы имеем дело 8-10 грей, однократно мы даем эту дозу для, допустим, удаления тех или иных угрожающих жизни симптомов. Допустим, это может быть при увеличенных метастатических узлах средостения, при лимфограмматозе или, допустим, при других процессах. Но это имеет смысл делать при радиочувствительных опухолях, тоже дается. Кроме того, выполняются эти дозы, можно дать в расщепленном режиме. То есть, вначале дать определенный период времени, потом объявить, сделать перерыв, потом через несколько дней опять продолжить. Кроме того, выполняется так называемое гиперфракционирование, когда дается мелкими дозами по одному грею 2 раза в день, 5 дней в неделю, 5-6 недель. Ускоренное фракционирование – это когда 1,2 грею 2 раза в день, 5 дней в неделю, 4 недели и так называемое динамическое фракционирование. То есть, это все методы, которые мы применяем при лучевой терапии. Существуют вот такие разные виды подачи лучевой терапии. Кроме того, существует специальное мероприятие, которое увеличит радиочувствительность опухоли. Установлено, что некоторые химиопрепараты увеличивают радиочувствительность опухоли. Этих химиопрепараты относятся к такому. Разных химиопрепаратов есть, но препараты, допустим, платине, при сочетании с лучшим воздействием, тормозят процессы восстановления, повреждения опухоли клеток. То есть, они считаются радиомодификаторами. Своебразная способность влиять на радиорезистентные клетки в состоянии гипоксии обладает, допустим, метамицинцией. Тоже используется, допустим, при проведении разных видов лучевой терапии. Сочетание неонизирующего излучения с гипотермией. Тоже имеет место быть повышение местной температуры в опухоли до 43-44 градусов. То есть, развивает гибель многих, но не всех клеток с локальственного образования. Сочетание радиоактивного облучения с гипотермией позволяет улучшить результаты лечения по сравнению с самостоятельным воздействием на опухоли каждого из этих способов. Такое сочетание используют при лечении больных меланомой, рак на прямой кишке, молочной железы, опухолями головы и шеи, саркомами костей и мягкой ткани. Кроме того, видите, мы здесь... Гипермарическая оксигенация. При повышенном содержании кислорода количество делящихся клеток и скорость роста опухоли тоже возрастает. Поэтому при прочих равных условиях хорошая кровоснабжающая опухоль более чувствительна к ионизирующему излучению. При этом злокачественное образование в больших размерах лучше кровоснабжается. И поэтому показанием при опухолях малых локализаций является именно лучевая терапия, что мы и делаем. При этом больных помещает барокамеру и вводит кислород в окружающий опухоль ткани. И эффект получается значительный. Применяется и на стимуляторах, о которых я сказал, которые увеличивают эффект лучевой терапии в несколько раз. А здесь осложнения мы показали после лучевой терапии. Это могут быть местные осложнения в виде лучевых реакций со стороны кожи, из листа оболочки, лучевые повреждения. Это отек, лучевая язва, овости, некроз, пневмосклероз, общая тошнота, рвота, потеря аппетита, лекарь, лимфа, травмоцитопения. Правда, в отличие, допустим, от химиотерапии, осложнения после лучевой терапии, они общего характера осложнения, они не бывают часто выраженные. Вот после химиотерапии осложнения более выраженные бывают. Но в любом случае со стороны кожи иногда наблюдаются язвенные, лучевые язвы, которые заживают очень долгое время. Здесь применяются различные консервативные мероприятия, начиная с мази различных, там с локостерилами, телоуроциловая мазь. Применяется корскостероидная мази из препаратов, применяются перметные препараты и так далее. Иногда применяется и оперативное вмешательство, то есть удаление этих язв до такой степени, иногда бывают лучевые осложнения. В любом случае, конечно, с этим осложнением необходимо вести борьбу. Общим противопоказанием к лучевой терапии является активный туперкулез легких, сахарный диабет, геронизованный опухолепроцесс, кахексия, анемия, лекопиня, выраженные, безусловно, ангоцитопиния, распад в опухоли, кровотечение, которое, в общем-то, дает очень нежелательное, является абсолютным противопоказанием к проведению лучевой терапии. Лекарственный метод лечения делится на химиотерапию, гормонотерапию и биотерапию. Значит, классификация химиопрепаратов основана в двух основных принципах. Принцип непосредственно связан с химическим составом и воздействием на те или иные принципы деления злокачественных клеток, да, то есть на те или иные этапы деления опухолевых клеток. Здесь имеется несколько групп химиопрепаратов, это так называемые алькилирующие препараты. Наиболее популярным в середине них являются циклофосфан, докарбазин, цисплатин, карбоплатин и фосфамид. Это довольно-таки большая группа препаратов, которые имеют очень широкое применение при злокачественном опухоле, при многих нозологических формах мы применяем эти препараты, и особенно препараты цисплатин и карбоплатин, это так называемые алькилирующие препараты, они реагируют с ДНК, обладают статистическим действием, используя не только в качестве противоопухолевого средства, но и иммунодепрессантов. Препараты этой группы характеризуются местным раздражающим действием, поэтому многие из них вводятся внутривенно. Они воздействуют на желудочный кишечный тракт, ЕМПС, проявляют нефро- и нейротоксичность, некоторые из них мутагены и теретогены. Но в любом случае они находятся в очень широком применении. Антиметаболиты представляют собой веществоосходные по химической структуре с, естественно, продуктами внутриклеточного обмена метаболитами, 5-100-урацелц, тазар, гемзар, метатриксат, наиболее известные из этих препаратов, которые мы имеем на сегодняшний день. Они имеют довольно широкое применение. Антибиотики противоопухоли, это токсорубицин, билиомицин, рубомицин, эпирубицин, метамицин, дохтиномицин, метоксантрон, то есть очень большая группа препаратов, представляют собой продукты жизнедеятельности различных грибов. То есть на сегодняшний день известны около 15-20 антибиотиков, которые обладают очень широким спектром воздействия. Обхоли растительного происхождения, препараты растительного происхождения, это препараты, которые получены из барвинька, розового, безвременненького, безвременненького потока этого токсина и так далее. Это позит, иринотыкан, линкристин, таксол, таксатер, наиболее известные в последнее время являются именно препараты, так называемые таксаны. Эти препараты, таксол, таксатер, при раке молочной железы, при раке лёгкого, обладают очень большой эффективностью. Виды химиотерапии зависит от количества препаратов, зависит от путей введения, зависит от поставленной цели. Поле химиотерапии применяется, исходя из принципов, таких как токсикологический, биохимический и цитогенических принципов. По путям введения химиотерапия делится на три основные группы системной химиотерапии. Это химиотерапия, которую мы проводим обычно и перед операционном плане, и послеоперационном плане, вводится внутривенно, то есть мы в основном вводим внутривенно, паранетерально, оказывает системное воздействие на весь организм в целом. К сожалению, в настоящее время нет препаратов лишь с избирательным воздействием непосредственно на опухолевые клетки, а есть препараты, которые мы имеем на сегодняшний день, и они обладают поврежающим действием на здоровые клетки в том числе. И поэтому задача состоит в том, чтобы разработать препараты, которые обладают максимальным воздействием непосредственно на опухоль, с минимальным воздействием на другие органы, на здоровые органы в том числе. Региональная химиотерапия в виде двух видов проводится, это в виде инфузии и перфузии. Инфузия, когда вводится, производится катетеризация крупных артериальных астполов, непосредственно вводится катетер, и через этот катетер непосредственно в организм вводятся химиопрепараты, которые воздействуют на организм. И перфузия. Это с помощью специальных аппаратов, перфузаторов происходит создание искусственного тока ковообращения в том месте, где располагается опухоль, непосредственно в организм вводятся препараты, которые воздействуют именно непосредственно на опухоль. При опухолях конечностей, вот эти методы лечения довольно-таки имеют значение. При раке кожи, при опухолях саркомах мягких тканей, при саркомах костей, региональная химиотерапия находится довольно-таки широкое применение. Преимущество региональной химиотерапии в некоторых случаях от системы заключается в том, что вокруг опухоли создается большая концентрация препаратов, так называемых депо химиопрепаратов, которые непосредственно оказывают более хорошее воздействие на опухоль. И локальный вид химиотерапии, когда непосредственно внутри органа проводятся те или иные виды химиотерапии. Одинватная химиотерапия проводится после операционного периода. Она преследует телепропилактики отдаленных метастазов, неодинватная, проводится в предоперационном периоде. Она преследует цель уменьшения размеров опухоли, снижения биологической активности опухоли, перевод нерезиктабельных состояний, резиктабельные состояния и так далее. То есть, вот сейчас при многих опухолях, особенно в высококачественных и злокачественных опухолях, проводится неодинватная химиотерапия на первом этапе, а уже на втором этапе проводится оперативное вмешательство. При этом еще мы получаем сведения о степени лечебной патомархозы опухоли, с тем, чтобы построить свою азиоматную химиотерапию на хорошем уровне, если необходимо, меняем препараты на другие, более эффективные препараты, если перед операционным периодом не получаем хорошего эффекта. Существует несколько методов оградации эффективности нашего лечения. Одна из методов оградации и эффективности, оценки степени эффективности нашего лечения, вот мы представлены на этом слайде. А здесь полная ремиссия, говорим, когда имеется, нет признаков жизнеспособных опухолевоклеток, то есть происходит исчезновение всех очагов поражения, частичная регрессия, когда происходит уменьшение размеров всех или отдельных очагов на образование на 50 и более процентов, а стабилизация этого уменьшения опухоли менее чем на 50 процентов, отсутствие изменений или увеличение размеров не более чем на 25 процентов, и прогрессирование, когда происходит увеличение на образование более чем на 25 процентов и появление новых очагов опухолевого роста. То есть с помощью вот этой отоплительности мы можем установить эффективность нашего лечения, оценить наше лечение. Гормонотерапия – это следующий вид лечения. Безусловно, химиотерапия тоже оказывает и местное, и общее токсическое влияние. Местное – это выражается в некрозе мягких тканей при попадании препарата под кожу в виде флебитов, тромбозов, тромботфлебитов и так далее. Общее токсическое воздействие в основном оказывается на костный мозг, эпителии пищеварительного тракта. Иногда наблюдается поражение кожи и продуктивных органов. Реже возникает осложнение со стороны сердца, печени, легких, нервной и других систем. Они связаны с особенностями используемого препарата. Побочные действия химопрепарата может проявиться не только непосредственно после введения препарата, но и на протяжении курса или концу его. Противопоказанием химиотерапии является беременность, в больном терминальной стадии заболевания. Химиотерапия противопоказана при тяжелой легочей сердечной недостаточности, при тяжелых органических поражениях печени и почек, нарушения функций органов, при декомпенсированном сахарном диабете. Химиотерапию проводить нельзя. Гормонная терапия, в отличие от химиотерапии, представляет собой не только лекарственное, но также хирургическое и лучевое воздействие на эндокринную систему. Методом радикального лечения больных, даже при гормонально зависимых опухолях, она, конечно, не является. На протяжении целого столетия гормонотерапию применяют в стиле палеотенового лечения распространенных злокачественных навыков. На первом этапе лечения обычно сводилось снижение продукции стероидных гормонов. В настоящее время лечебное воздействие направлено непосредственно на то, чтобы не допустить поступления в клетки опухоли, стимулирующего ДНК сигнала от стероидных гормонов. Это достигается в первую очередь блокадой гормональных рецепторов. При злокачественном образовании гормональные рецепторы образуются во многих клетках опухоли. При наличии рецепторов 10% и более клеток опухоли считается гормонально позитивной. Гормональное лечение приводит к ремиссии у 50-70% больных при гормонально зависимых опухолях. При меньшем проценте клеток высокая концентрация рецепторов опухоль называют гормонально негативной. Гормонотерапия при таких опухолях обычно бывает малоэффективна. В качестве противопухолевых средств используют гормональные препараты различных групп и разные механизмы действия. В последние годы наиболее часто применяют антиэстрогены, антиэндрогены, ингибиторы ароматазы и органический релизинг гормонов. Допустим, при раке молочной железы наиболее популярным препаратом являются тамоксифен, фемара, фористон. Значит, органическими гонодотропинами релизинг гормонов являются золотекс, бусирилен. При раке предстоятельной железы применяют антиэндрогенные такие препараты, как стероидный, андрокур, так и нестероидный, кастатекс, фултамид и анандрон. Нестероидные применяются чаще, чем стероидные гормоны. Гормонотерапию в качестве самостоятельного мета радикального лечения при ранних сладях злокачественного поколения не применяют. Ее назначают при обычно распространенных формах на образование или дополнении к радикальному хирургическому лечению. Наиболее широкое применение гормонотерапии находится в женщин при раке молочной железы и тела матки, у мужчин при раке предстоятельной железы, при других гормонозависимых поколях его используют. Реже. Гормональное лечение проводят не в курсе, а непрерывно на протяжении долгого времени. Длительное время, допустим, при спропилактической цели, при комплексном лечении рака молочной железы, татамоксвен означает в течение не менее 5 лет. По сравнению с химиопрепаратом, современный гормональный препарат характеризуется более мягким действием и иным спектром токсичности. Они не оказывают токсическое влияние на гемопоэз, редко вызывают мучительные рвоты. Для них не характерны инфекционные осложнения, диарея и аллопиция. Серьезные осложнения со стороны печени, почек, среди сосудей и других систем при гормонотерапии возникают редко. Установлено, что возникновение и прогрессивание злокачественного образования важную роль играет воздействие организма-носителя. Она проявляется доставкой с кровью, пицциативных веществ и взаимодействием клеток-опклея с гормонами и цитокинами. Цитокины регулируют взаимодействие между клетками нервной, иммунной и эндокринной систем. Синтез их происходит при контакте организма с тяжелым агентом, они оказывают высокое противообхолево-процивирусное иммуномодулирующее влияние. Поэтому лечение ракоцитокинами, которые составляют основу биотерапии, направлено на ликвидацию опухоли и коррекцию возданных ею внутриклеточных нарушений и в настоящее время довольно широко применяется. Эффективность цитокинов в некоторых случаях выше, чем у химиотерапевтических препаратов. Биопрепараты менее токсичны, эффект их нередко более продолжительный, чем эффект от химиотерапии. В настоящее время в качестве биопрепаратов в онкологии используются интерлекин-2, интерфероны, моноклональные антитела, ростовые и колональностимулищие, факторы, которые, в общем-то, играют очень важную роль в лечении довольно-таки большого количества онкологических больных. Например, из интерлекин-2 выпускается именно из препаратов, которые мы на сегодняшний день имеем, из интерлекина, выпускается интерлекин-2, он продуцируется Т-лимфоцитами. Он имеет разнообразное именно корригирующее воздействие, оказывает большое именно корригирующее воздействие. У нас в России, допустим, применяется препарат Ронколейкен, а в США и Европе используют препарат Пролейкен. Из интерферонов в онкологии используют часто Альпа-интерфероны. Наибольшее применение нашли Роферон и Интрон, то есть это пораженно-лечебные эффекты, их особенно обнаружены при миелоидной лейкозе, саркоме капуше, бетклеточек, лимфомах низкой степени злокачественной. Из солидных формов в холее интерферон используют для лечения рака почки, мелан при раке меланомии, раке мочевого пузыря и прямой кишки. Назначает его и комбинат с химиотерапией при раке почки с интерлейкином. То есть вот такие комбинированные, сочетанные методы лечения, лекарственные препараты тоже применяются. Мномоклональным называются антитела, обладающие строго специфичностью по отношению к конкретному антигену. Клетки злокачественного опыта содержат измененные белковые полисахаридные структуры, которые являются антигенами, чужеродными для организма. Организм отвечает на эту выработку специфических антиген, но их количество недостаточное для ликвидации опыта. Верникает необходимость обнаружить наиболее важный для опыта, но чужеродный для организма антиген и искусственным путем создать направленную на них ликвидацию антигенов. То есть вот такие моноклональным антитела, последние наиболее эффективным, относятся такие препараты, как гиртептин, маптера. Эти препараты гиртептин – это моноклональные антитела к онкогену Хер-2-НЕО, на которой обнаружено 25-30% больным раком молочной железы. Это является признаком агрессивного течения на вовле и плохого прогноза. Вот такие больные в резистенции химиотерапии и стандартном медокринном лечении гиртептин может вызвать продолжительную ремиссию. Гиртептин может применять совместно со многими химиопрепаратами. Маптера – это представляет собой химерные человеческие мышечные антитела, специфичные к антигену CT-20, продуктированным Б-лимпоцитным эффективным и безопасным препаратом для лечения многих бета-клеточей, нехоческих стримфом и хронического лейкоза. То есть, является очень эффективным препаратом, который мы сегодня применяем. На протяжении многих лет в разных странах ведутся работы по созданию противопухолевых вакцин. У отдельных больных, особенно при меланоме, удается вызвать длительную ремиссию. Доказано, что вакцины менее токсичны, чем стандартные методы лечения опухоли. Разработаны многочисленные варианты вакцин, но в последненные клинические практики вакцина терапия пока еще не используется. Очень широко, наверное, придет время, когда мы будем говорить и о профилактической вакцине некоторых предопухолевых заболеваний, а затем и о профилактической вакцинации. В настоящее время вакцинация, наверное, вы знаете, проводится по поводу папилловирусной инфекции, которая является одним из факторов развития рака шейки матки, рака ороренгельной области, ротовой полости и так далее. Придет время, когда и в отношении некоторых злокачественных форм тоже, естественно, будут созданы вакцины, с помощью которых мы можем предупреждать развитие тех или иных онкологических заболеваний. Вот что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.